Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. В общем, сын завёл кота Грега Балалова, я советовала маленького котёнка, но он с девушкой посоветовался и решили. Я говорю, так может и дитя из детдома взять, а то обои будут рисовать и писаться. Ну просто котёнок это не молодой кот одного года, что они взяли, или я сильно придираюсь и прошу помощи. Ну да, вы сильно придираетесь, вопрос только о том, с чем это связано. Да, на мой взгляд, вы и конфигурируетесь с девушкой вашего сына. Вот, о чём вы, в принципе, сами прямо говорите. И, в общем-то, история здесь о том, что вы не можете отпустить своего сына, не можете, ну, как бы, позволить ему, как-то вот, жить своей жизнью, просто сразу, ну, очевидно, это не получается. Почему вы не можете отпустить сына и почему вы не можете позволить ему, я имею в виду, своему сыну жить своей жизнью, это вот уже вопрос, наверное, для психотерапии, вот. Как, ну, в принципе, как я думаю, это вообще вопрос для психотерапии, это вопрос для индивидуальной, индивидуальной работы. Вот, ну, очевидно, что там есть какие-то моменты. Вот, то, что вам, на мой взгляд, нужно для себя здесь понять, это то, что вот вы болезненно реагируете на то, что ваш сын не сделал так, как вы хотели, так, как вы советуете. Вот, а зачем вообще что-то советовать вашему сыну, вот. То есть, ну, и амология, которую вы привели, она тоже, ну, на мой взгляд, кажется, в какой-то степени чрезмерной, да. То есть, вот есть ощущение, что вот вы как будто бы накапливаете, да, какое-то, ну, какое-то недовольство. Вот, есть такое ощущение, что накапливаете вы вот что-то, ну, что-то такое. Ну, соответственно, вот это накопление вам по итогу перемещает. Важно понимать, что накопление вот этих вот негативных чувств, что это проблематика вашего отношения к ситуации, которая, ну, которая вот сейчас происходит. А происходит то, что ваш сын живет, как бы, ну, в своей жизни, в своей жизни. Вот, если вы не сможете для себя это принять, да, если вы не приняете это для себя, вот, то вы можете очень легко своего сына вообще потерять, вот потерять с ним вообще какое-либо взаимодействие, потому что ему с вами, ну, просто вот не зачем, не зачем будет общаться. Вот, естественно, никто не говорит о том, что вы должны любить его девочку, ни в коем случае, ну, то есть, ну, не нравится она вам, да, ну, что вы поделаете, вы не обязаны ее любить, вот. Но, что мне кажется, нужно все-таки уважать как минимум решение своего сына, ну, вот, сейчас выбор своего сына, да, а то, что вы сейчас делаете, по сути, ну, по сути, просто боретесь с тем, что, с тем, как живет ваш, ну, ваш сын, вот, по сути. Это вот то, что вы сейчас делаете. И важно понимать, что в этом ключе вы решаете какую-то, какую-то свою проблему. Страх одиночества, нереализованность, ну, вот, еще какие-то вещи, вот. И, соответственно, со всеми этими аспектами вам необходимо работать, вот, вам необходимо работать. Для того, чтобы не ухудшать отношения с вашим сыном еще больше. Вот. Дальше. Смотрите, совсем другие эмоции. Прислал что-то, очень зрелый котейка, а котенок такой милый, ну, типа, он будет брать обои без книги. Я ей привела, я привела антологию, антологию, наверное, неправильно, аналогию. С младенцем говорит, тогда чем расходить в детдоме братья, как мне эту девочку поперек гурова, ну, что за отца. Ну, то есть, вы до сих пор боретесь за, как бы, право, право, да, ну, воздействовать наше, наше, наше. Вот. И, на мой взгляд, любой человек, который действует по каким-то, ну, другим направлениям, нежели систем, видите вы, да, вот. Ну, будет вызывать, вызывать у вас такие чувства, вот. То есть, тут дело не в девочке, но это вашего сына, тут дело ваше. И, ах, чем, ну, чем быстрее вы для себя сможете это понять, да, чем быстрее, чем быстрее вы сможете, как бы, ну, с этим разбираться, да, чем быстрее вы будете с этим. Разбираться, чем быстрее вы начнете с этим разбираться, вот, чем быстрее вы переключите свое внимание, тем, тем вам будет лучше. Сейчас вы находитесь на очень таком опасном дифференном пути, вот, по сути, ну, внутренне. Требуя, чтобы, чтобы у вашего ребенка была та девушка, которую вы хотите видеть, вот. Ну, постарайтесь, пожалуйста, в этот момент увидеть и понять, что проблема здесь заключается именно в этом, вот. А не в девушках, которые вам, ну, вообще мешают. Вот вы говорите, да, при углу, то есть, обратите внимание, обратите внимание, вы отказываете своему сыну, по сути, принятие решений. Вы говорите, вы говорите, это все из-за нее, да, то есть, как бы, это, ну, не сын ваш решил, ну, что-то. Вы говорите, нет, мой сын, он, если бы не Ама, да, он бы ничего бы, ну, ничего бы не решил. Или он решил бы так, как я сказал, да, так вот, значит, это все девушки, это первое. Второе, ну, кот, это не ребенок, то есть, сравнивать кота с ребенком, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, некорректно. Вот, для кого-то это так, ну, для кого-то нет, опять же, это правильно. Дальше. Уверены ли вы в том, что ваш сын, да, вот, уверены ли вы в том, что ваш сын, значит, ну, собирается и хочет стать отцом? Ну, верен ли вы в том, что вы говорите, ну, о детях, да, уж, ну, так, будто бы вопрос того, что ваш сын и его девушка, да, во-первых, поженились, я не понял, исходя из вашего сообщения, поженились ли они и хотят. Хотят ли они, значит, вступить в брак, а во-вторых, непонятно, такая, хотят ли они детей, то есть, как бы, потому что, ну, опять же, кто знает, может, они хотят сейчас больше для себя пожить. То есть, ваше сравнение, это сравнение про то, что вы хотите внуков, и вы считаете, считаете, что это то, чем, может быть, он должен заниматься, ну, должен заниматься ваш сын, да, и его девушка. Вот. Но у них-то могут быть свои, да, свои планы, планы, у них-то могут, может быть, свое видение, ситуация. Так, принимаете ли вы их видение, ситуация, или вы видите только свое, и, ну, как бы, считаете, что вот, и вы лучше знаете, как им надо. Вот. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы, на мой взгляд, довольно сильно обесцениваете здесь своего сына, и, вот, как бы, ну, лишаете его, по сути, право. Да. Вы лишаете право на принятие решений, вот, на возможность самому, вот, как-то, ну, как-то определять, да, то, как будет. То есть, да, он может, естественно, он может, ну, советоваться своей девочке, это правда, вот, он может советоваться, советоваться с ней, с ней. Но, решение, вот, ну, окончательно, да, вот, не обязательно принимает она. Так, ну, вот, какого-то стоит. Я понимаю, что вам, что вам больно, я понимаю, что вам, может быть, это неприятно, вот, поэтому давайте постараемся разобраться с тем, чем конкретно не устраивает вас девушка вашего сына, вот, именно, вот, именно, конкретно. Вот, конкретно вам, как она начинает, чем, вот, и, соответственно, вот, вам необходимо в этом направлении работать. Вот, если говорить, значит, как-то более, да, панорамно, то, на мой взгляд, у вас есть проблемы в личных границах с сыном, это первое. И второе, то, что вы находитесь в треугольниках картмана, сейчас, вот, извините пасы, пожалуйста, несколько более самостоятельно этот момент, вот, я думаю, что вы сможете увидеть для себя, ну, что-то полезное в этом. Вот, я, по крайней мере, я, по крайней мере, на это очень надеюсь, что вы сможете увидеть для себя в этом что-то, ну, что-то полезное. Вот, и, соответственно, уже, ну, с этим что-то делать, вот. Ну, вот, ну, вот, как-то так, пожалуй. Ну, значит, я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я отдаю себе отчет, в чем, отдаю себе отчет в том, в том, что слушают, вот, те вещи, которые я говорил, вероятно, для вас. Нелегко. И, вероятно, вам как-то, вот, ну, хотелось, может быть, и хочется поспорить и выразить протест. Вот, давайте мы не будем с вами зажимать эти моменты, если хочется, ну, хочется выразить протест, да, если не согласны, хочется выразить. То есть, ну, держите себе не надо, не надо себе это держать, ну, давайте для начала, хотя бы, хотя бы, не будем для начала перекладывать это все на сына. Ну, а пока постараемся разобраться только в том, что происходит с вами. Вот, какая-то такая история. Удачи вам самого доброго. Обращайтесь. Удачи. Удачи.